На ярмарку вакансии, организованную для школьников, пришло более 500 человек. Ребята уже отдохнули несколько дней, вот теперь думают, как с толком провести летние каникулы. Пытаемся пока что найти хотя бы примерно направление или что-то вроде того. Посмотрим, что предложат. Не хочется сидеть на шее у родителей. Хочет самому начать немного взрослую жизнь и начать саму зарабатывать. Одни сразу идут непосредственно к работодателям, другие участвуют в тестировании, чтобы определить для себя область, где можно применить свои силы. Трудоустроенные будут официальные. Это тоже своеобразная профориентационная проба, выбор профессии. Помимо этого, они здесь еще проходят тестирование для того, чтобы для себя выявить свои превалирующие, доминирующие профессиональные интересы. Это может быть либо интерес, например, подростка к технике, либо интерес, может быть, к работе с людьми, либо интерес к творчеству, например. Но чаще школьники признаются, работа не пугает. Кем работать тоже не важно. Важно, чтобы было увлекательно, интересно и естественно. Хочется получить достойную оплату. Надо летом чем-то заняться. И у мамы день рождения первого. Решила заработать на подарок. Сегодня предоставили вакансии более 10 сочинских организаций. Берут на лето на работу по 2, по 5 и по 15 человек. Везде по-разному. Организации различные. Это и отрасль здравоохранения, и санаторно-курортная отрасль, и отрасль промышленности. То есть во всех сферах детки у нас могут пойти работать. В вакансии работодатели предлагают помощники горничных, помощники администраторов, помощники секретарей. На протяжении всего лета можно обращаться в центры занятости, где несовершеннолетним предоставят рабочие места. Из краевого бюджета предусмотрена доплата 850 рублей в месяц. Это дополнение к основной зарплате от предприятия.